МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В отдельных районах Карагандинской области создание электронной карты сельскохозяйственных полей не выполняется в срок. На аппаратном совещании в областном Акимате обсудили проблемные вопросы в агропромышленном комплексе. Жители Балхаша были удивлены снегом, выпавшим 25 июня. Однако стеноптики поспешили успокоить. Это был всего лишь град. Почти всю неделю над центральными районами страны будут властвовать грозы. И снова за парты. В Назарбаев интеллектуальной школе карагандинских учителей обучают английскому языку. В течение пяти дней 52 преподавателя естественно научных предметов будут совершенствовать свой языковой уровень. Обо всем более подробно. В отдельных районах создание электронной карты полей не выполняется в срок. Об этом на аппаратном совещании заявил заместитель Акима Карагандинской области Серик Шайдаров. Также чиновник поведал главе региона Ерлану Кушанову о проблемных вопросах в агропромышленном комплексе. Месяцем ранее заместитель Акима области Серик Шайдаров докладывал о том, как продвигается создание электронных карт полей. Что тогда, что сейчас, непоспевающими за графиком были названы два района – Бухаржавский и Шецкий. Что касается вопроса создания электронной карты сельскохозяйственных полей, на сегодняшний день было оформлено 1 миллион 500 тысяч гектаров, то есть 86% от всей запланированной площади. Работа полностью завершена в Жасказгане, Саране, в Абайском, Нуринском, Улытауском районах. Самый отстающий – Бухаржавский район. Глава региона Ерлан Кушанов поручил уделить этому вопросу особое внимание, так как работа Карагандинской области в данной сфере неоднократно подвергалась критике правительства. «Электронная карта полей. Сейчас вот где слайд верните. Это же тогда на заседании правительства нас критиковали за это, да? Это Соломиспе? Нет, это вы на НПП. Вот этот вопрос и как не критиковали. Критиковали, Сергей Жамакович. Верните слайд. По электронным картам полей. Это на контроле у правительства. Где у нас? Шетский, Бухаржавский опять. На самом последнем месте. Главы Шетского и Бухаржавского районов обещали внести площади в электронную базу данных до 1 июля. Ерлан Кушанов поручил своему заму Серику Шайдарову лично проконтролировать этот процесс. Также Акимобласти не смог обойти вниманием еще одну проблему в Бухаржавском районе, из-за которой пострадали бизнес-структуры. Речь идет о предприятии Ботакарасу Кожалага, которое имеет долг около 13 миллионов и уже некоторое время не выполняет свои главные функции. Бесперебойное обеспечение питьевой водой и обслуживание водохозяйственной и канализационной системы. Абсолютно беззубость и, я думаю, Акимата. Одно, с чего все началось. Предприятия, государственные предприятия, отдали доверительное управление частнику, и практически бизнес, и другие все остались без воды. Тот диктует. Сейчас начали разбираться, там, говорят, есть нарушение закона. Дальше начали смотреть. Везде проблемы по каждому направлению. Разбирайтесь дальше. Разобраться в этом деле поручили Серику Шайдарову и местной власти района. Также на завещании было сказано и о праздновании 20-летнего юбилея столицы. Заместитель Акимобласти Серик Шайдаров заявил, что 30 июня и 1 июля на территорию области пройдет масштабная сельскохозяйственная ярмарка. Свою продукцию представят производители из четырех городов и девяти районов области. Жители Балхаша были удивлены снегом, выпавшим 25 июня. Однако синоптики поспешили успокоить. Это был всего лишь град. И тем не менее, по информации Казгидромет, почти всю неделю на территории Центрального Казахстана ожидаются дожди с грозами. На самом деле, выпавший летний снег оказался ничем иным, как обычным градом, только очень мелким. По данным Казгидромета, погоду над регионом в течение всей недели будет формировать северный циклон. Это он принес нам грозы, обильные осадки и усиление ветра. Мы предполагаем, что там, возможно, был град в связи с прохождением холодных вторичных фронтов. А так как в их связи проходит развитие вертикальной облачности, эта облачность дает выпадение града. А так как там проходил холодный фронт в районе Балхаша, то, возможно, где-то и местами выпал град. Мы прогнозировали его, поэтому... По данным синоптиков, температурный фон остается неизменным. Плюс 10-15 градусов ночью и до 20-25 тепла днем. Жаркую и солнечную погоду карагандинцам стоит ожидать лишь со следующей недели, когда на смену северному циклону придет южный антициклон. К длительным срокам заключения приговорены два жителя Тимиртау, которые убили своего знакомого и забетонировали тело в подвале жилого дома. В колонии они проведут 20 и 19 лет. Напомним, что тело пропавшего жителя Тимиртау Алексея Руколя нашли забетонированным в подвале. Погибший 28-летний мужчина числился пропавшим без вести. Родные видели его в последний раз живым 30 декабря прошлого года. Как удалось выяснить, полицейским убили его из-за денег. Двоих подозреваемых задержали после того, как они сняли все деньги с карты Алексея. Они же и показали место захоронения. Судья специализированного районного суда по уголовным делам Кайрат Касимов огласил приговор. Одному из подсудимых назначено 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности. Второму подсудимому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в учреждении максимальной безопасности. Кроме того, осужденные должны выплатить около полутора миллионов тенге в пользу потерпевшей стороны. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. В Шведском районе завершился республиканский фестиваль Кью-Кью-Рюэне. Масштабное мероприятие, которое собрало более 300 человек, проводится второй раз. В текущем году фестиваль был организован в рамках программы Рухани Жангру. В этот раз для участия в фестивале приехали более 20 исполнителей Кью-Эв из пяти областей Казахстана. Впервые фестиваль Кью-Рюэне проводился 10 лет назад. Спустя столь длительный промежуток времени организаторы масштабного мероприятия решили собрать талантливых исполнителей вновь. Свои таланты и мастерство народу продемонстрировали более 20 лучших исполнителей из шести областей Казахстана. Мероприятие, организованное в рамках программы Рухани Жангру, посвящено памяти Давлетбека Садуакасала, внесшего огромный вклад в развитие Щерпекия. Одним из почетных гостей на фестивале был его сын Кайрула Садуакасов. Если все вокруг помнят его отца как одаренного киши, то в памяти Кайрула Давлетбекова всплывает совсем другой образ. Фестиваль был организован с целью возродить былую славу Щерпекиев. Как известно, родиной этого стиля считается Карагандинская область, а точнее Шерский район. Музыковеды и гости, посетившие фестиваль, уверяют, что лучше всего прочувствовать народ и его творчество помогает местность, в которой оно зародилось. Во-первых, ты ощущаешь запах этой местности, да, это вот степь, это разнотравие, то, которое нет даже нам, как считалось, в области или Павла Дарта. Уникальность это, плюс люди, которые здесь проживают. Я понимаю, что не побывая здесь, ты глубоко не поймешь. Даже и я, сколько считаю, что я знаю, посетив сегодня побывать здесь и вчера, я понимаю, что я еще больше понимаю смысл этой музыки. Хочу, чтобы она была вечной, потому что это то духовное наследие, которое должно передаваться последующим поколениям. В завершении мероприятия всех участников наградили благодарственными письмами. Отныне организаторы намерены превратить проведение фестиваля Кики Рюэне в добрую традицию. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Димофеев, Первый Карагандинский. Карагандинских учителей обучают английскому языку. На базе ниш для учителей предметов естественно-научного цикла была организована летняя школа. В течение пяти дней 52 преподавателя Карагандинской области будут совершенствовать уровень английского языка. Сегодня в Назарбаев интеллектуальной школе за партами сидят не ученики, а учителя. Последние 10 месяцев преподаватели физики, биологии, информатики и химии обучали английскому языку. Это связано с переходом на трехязычное обучение. Почти год 52 преподавателя со всех уголков области изучали иностранный язык. После окончания курса для учителей организовали пятидневную летнюю школу. В изучении английского языка им помогали их коллеги из Назарбаев интеллектуальной школы. Мне очень нравится Караганда, нравится моя работа в НИШ. Для меня честь преподавать в такой школе. Коллектив очень предан своей работе и это меня мотивирует. Я наслаждаюсь своим пребыванием здесь. Сегодня мы фокусируемся на изучении английского языка. Учителя будут работать в маленьких группах вместе со своими наставниками. Мы затронем несколько тем таких, как составление плана урока, организация работы в группах и так далее. Преподавать свой предмет на английском языке сложно. Но карагандинские учителя изменения в сфере образования воспринимают как очередную преграду, которую стоит преодолеть ради светлого будущего их учеников. Многие из участников курса имеют большой стаж. У них свои наработанные методики преподавания и особый подход к работе. Однако это не помешало им сесть за парты, выучить иностранный язык и перенять опыт зарубежных коллег. Мы очень доброжелательны, очень коммуникабельны. Все нам понятно, интересно. Нам очень нравится. А вам не трудно переходить на английский язык? Трудно, конечно же трудно. Но мы стараемся, улучшаем свои знания. И я думаю, что у нас все получится. Необходимо выделить, что обучение для учителей организовано на бесплатной основе. В завершении каждый из участников получит сертификат. В Назарбаев интеллектуальной школе отметили, что планируют проводить подобные мероприятия намного чаще. В канун Дня работников связи и информации Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области поздравили представителей городских и областных средств массовой информации с наступающим профессиональным праздником. Торжественное заседание состоялось в стенах Карагандинского дома дружбы. Работники средств массовой информации отличаются высоким профессионализмом, чувством ответственности и гражданского долга, преданностью своему делу. Это отметили организаторы торжественной встречи в Карагандинском доме дружбы. Участники отметили особую роль изданий и телевидения в реализации программы «Рухани Жангару». Масса специальных проектов нуждается в широком освещении. Казахстана Карагандинского дома дружбы Тем самым мы решили выразить уважение к труду работников данной сферы, показать им, что мы ценим их работу. Еще раз поздравляем работников СМИ с их профессиональным праздником. В ходе торжества было отмечено, что в настоящее время в регионе работают около 200 средств массовой информации. Проводятся работы по их поддержке со стороны государства в плане открытости и гласности. И эта работа будет продолжена. В ходе мероприятия вручили благодарственные письма и памятные подарки. Карагандинские средства массовой информации отметили и в Карагандинском областном суде. Председатель суда Мусабек Олимбеков поблагодарил журналистов за профессионализм и оперативность в освещении важных событий, происходящих в судах. Председатель суда выразил уверенность, что конструктивный диалог, налаженный между судами и средствами массовой информации, будет развиваться и впредь. И по традиции Мусабек Олимбеков вручил журналистам благодарственные письма. Корреспондент телевизор компании «Пикс-Пикс-Канал» и «Пикс-Карагандинский» Салкимбаева Мирамкуль. В Карагандинской области увековечили память полицейских погибших при исполнении служебного долга. К 26-летию со дня образования казахстанской полиции сразу в двух городах были открыты обелиски памяти. Торжественное открытие обелиска сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебных обязанностей, состоялось на территории УВД города Каражал. На церемонии открытия присутствовали руководство ДВД области, Аким города Тлектиес Досаев, ветераны органов внутренних дел, а также руководящий и личный состав Каражальской полиции. Открытие мемориала памяти погибшим при исполнении своих служебных обязанностей – это дань уважения настоящим мужчинам, героям, истинным патриотам нашей Родины. Я уверен, что для молодого поколения это событие станет ярким примером выполнения гражданского и воинского долга, мужества и доблести. Подобные обелиски открываются повсеместно во всех отделах внутренних дел. Представитель областного департамента внутренних дел подполковник полиции Оскар Житписов заявил, что имена погибших сотрудников никогда не будут забыты. Мы никогда не забываем своих коллег, их родных и близких. Мы всегда будем делать все, чтобы хоть как-то поддержать их. Мы всегда будем гордиться именами своих погибших друзей и коллег. Поэтому мы открываем повсеместно подобные мемориалы памяти, чтобы навсегда увековечить их имена. Сегодня мы открываем мемориал в городе Каражали. Буквально три дня назад мы открыли такой же мемориал в городе Абай. На следующий день торжественное открытие обелиска также прошло в городе Сатпаев. Открывая мероприятие, Аким Аскар Идрисов отметил, что город помнит каждого полицейского погибшего при исполнении служебных обязанностей. Именно они преподнесли всем горожанам незабываемые уроки мужества, гражданственности и патриотизма. От имени родственников погибших сотрудников выступила мать Алмата Бихжигитова, Алима Тайжанова. Она от имени всех родственников поблагодарила ДВД за оказываемую поддержку. Завершилось мероприятие торжественным концертом, на котором Аким Сатпаева наградил победителей профессионального конкурса «Лучший участковый. Лучший инспектор ювенальной полиции». Мирамбульс Алкимбаева, Андрей Тимофеев, Андрей Тен, Первый Карагандинский. 65-летний юбилей отмечает в этом году военная кафедра Карагандинского государственного технического университета. 24 июня 500 курсантов кафедры присягнули на верность Отечеству. Главными гостями стали родственники и друзья студентов. Присягаю беспрекословно исполнять возложенные на меня обязанности, войск, уставы, приказы командиров и начальников. 500 студентов технического университета, курсантов военной кафедры, присягнули на верность Отечеству. Среди них и Сабина Копасова. Уже совсем скоро она станет обладательницей лейтенантских погон. Я клянусь быть мужественным и смелым защитником моей Родины, государственных интересов, ненависимого Казахстана. Я очень горжусь тем, что я поступила сюда. Я являюсь выпускницей цикла БТП и я учусь на специальности связист, лейтенант. Я очень счастлива и горжусь, что я поступила сюда. Военная кафедра на базе Карагандинского горного института была создана 18 июня 1953 года с целью подготовки офицеров запаса из числа студентов. Первый выпуск офицеров запаса состоялся в 1957 году. За 65 лет своей деятельности подготовлено более 19 тысяч офицеров запаса. Специальность артиллерии, с этого начиналась наша военная кафедра в 1953 году. Первая специальность была специальности артиллерии. Ну и в дальнейшем уже были, соответственно, наращены другие военно-учетные специальности. Для студентов из других вузов проводится обучение по специальности воспитательной работы. Многие из выпускников нашей военной кафедры продолжают в дальнейшем служить в вооруженных силах СССР, других войск и воинских формирований, где, с честью, несут звание выпускника нашей военной кафедры, командиры воинских частей. Очень ценят выпускников именно нашей кафедры. После завершения официальной части ребята и девушки показали свое умение владения военным искусством. Девушки в кратчайшие сроки развернули импровизированные полевые точки связи, а парни показали способность противостоять условному противнику, применив приемы рукопашного боя и отразив нападение на военный транспорт. Артиллеристы продемонстрировали быстроту и ловкость в выполнении нормативов по развертыванию минометов в боевое положение. Подготовку курсантов на военной кафедре Карагандинского технического университета осуществляют квалифицированные офицеры, за плечами которых более 30 лет армейского стажа. Поэтому кафедра считается по праву одной из самых лучших в республике. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Баланстар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова